всем привет всем здравствуйте сегодня у нас с вами эфир со мной с катей мирошниченко и у нас сегодня что снова бокс александр маклин что у нас бокс входит у нас в этот раз боксы идут без гель-лаков поэтому здесь в упаковке идет книжка прикольная классненькая небольшого размера но там есть все что нужно для вдохновения и чтобы понять чисто технологически как работать и конечно же большой упор сделали на декорации в этот раз специально для того что если вам очень нравится тема этих декораций и вы понимаете что там не один год будете к этой теме возвращаться да а тема у нас в этот раз бокса это модный дом александра маквин но для вдохновения здесь я использовала те вещи которые выпускались еще при жизни самого александра его к сожалению уже нет живых и сейчас основное днк бренда сохраняется но я считаю что нет тех интересных моментов и фурнитуре и в лекалах и выборе тканей вот то что было при александре маквин если посмотреть книжечку здесь в боксе много на каждой страничке можно найти отсылок к тем показам к тем коллекциям там 2009 2010 и 11 год те вещи которые вот как раз сейчас и сопровождают основное днк бренда да но возможно они так часто это используют вот поэтому все декорации которые в этот раз у нас здесь собраны а это порядка 12 декораций это намного больше чем мы выпускали раньше в рамках если вы видите что вам кайфово вы точно будете к этой теме не один раз возвращаться то здорово то что сейчас боксы идут только с упором на декорации поэтому при желании можно просто повторно купить бокс и у вас будут только декорации и так показываю какие именно декорации и на что мы делаем попор основной 13 до я все время путаю 12 мне пришли 13 ну ладно короче пошли смотреть 4 декорации это конечно же паттерн я выбрала паттерн и которые ну более или менее скажем так мне кажется вы будете их часто использовать специально бабочки взяла это знаменитый паттерн у них но я его взяла черно-белый это тоже коллекция была эта отсылка 2009 10 году 11 сейчас я покажу смотрите вот рубашка как раз александра маквин и паттерн черно-белый хотя он у них есть и цветной у них есть цветной но конкретно для коллекции здесь я использовала черно-белый потом вот эта знаменитая коллекция александра маквин прям такой знаете модели будущего здесь есть варианты с абстракция а здесь такой вариант с рептилией и отсюда я взяла вот такой вариант рептилия очень давно мне хотелось видите и ногти первые я как раз сделала такие именно с этим паттерном и как раз из этой же коллекции видите вот этот паттерн паттерн и прозрачный к ним требуется белая подложка обязательно потому что когда мы работаем на весь ноготь с белой подложкой нельзя вернее можно но не каждый приклеит вот а когда она на прозрачной подложке на белый гель-лак мы приклеиваем он хорошо в принципе слайдер ложится натягивается девочки но это видимо у меня сейчас какой-то штуки не хватает сейчас я увижу сейчас я найду чего мне не хватает в общем 4 слайдера это паттерны идут очень много видите отбивок идет потому что они самые быстро расходы расходуемые обычно дальше украшения украшения здесь 4 а да я потеряла один слайдер чем я уже изговняла вот точно вот он 13 потерялся ладно так это украшение и они сделаны по-новому мы так еще не делали слайдеры смотрите здесь идет печать фольгой но сверху фольги идет смола и соответственно вот эти украшения они не реагируют на ультрабонд потому что обычно фольга очень сильно на ультрабонд реагирует вот здесь есть защита но из-за этого украшения вот эти они такие достаточно плотненькие поэтому если работаете с ними старайтесь клеить где-то в центральной зоне ног все чтобы это не попадало где-то на ребра жесткости на торец на бока старайтесь этими украшениями работать в центре и варианты которые у нас как раз отдельные элементы они все сделаны с белой подложкой конечно же для чего чтобы можно было приклеивать абсолютно на любой фон до приклеивать на другой слой декорации и чтобы рисунок читался поэтому конкретно вот эти варианты они все идут с белой подложкой основной упор идет на насекомые паутину и черепа вы можете взять вот например это как подложка основа и дальше например доработать какими-то отдельными бабочками паутинками здесь вот есть прям даже жучки бабочки те же сами уже решаете как вы украсите это как вот пример сейчас я вам приведу смотрите можно наклеить например вот такой вот готовый вариант на здесь уже и бабочки есть и цветы вот а можно взять вариант когда вы сами компонуйте столько сколько вам нужно этих насекомых и так далее ошибок да девочки 13 декораций в наборе все правильно нет на сегодня мы с вами давайте сделаем вот такую цветовую гамму в прошлый раз я вам показывала вот эту цветовую гамму поэтому кто в прошлый раз пропустил эфир обязательно посмотрите эти варианты мы с вами делали все в прошлый раз я как раз показывала как делать на весь ноготочек на моей странице личной кстати есть мастер-класс моего маникюра да я ногти укоротила девочки потому что у меня лыжи через два дня я переживала что я конечно вот эту огромную длину просто буду спускаться с трассы черные либо красные не просто не выдержит сегодня предлагаю вам вот такую цветовую гамму взять под эту цветовую гамму хорошо подойдет видите просто черный и белый гель-лак экспериментировать ничего не выдумывать просто черный и белый гель-лак вот отлично опять же например такие большие украшения такое все блестящее мощное для кого-то это может быть много поэтому я предлагаю например такой дизайн делать только на больших пальцах а например остальные четыре покрыть просто черным либо остальные четыре покрыть каким-нибудь рыжим оранжевым либо белым ладно поехали бокс кстати есть продажа уже в интернете и у дистрибьютора 2 борис озон и мешок точка ру то мы это сейчас с вами будем делать вот вот Продолжение следует... Так, один вариант вот такой однотонный. Сейчас как раз попробуем с вами с украшениями работать. Так, один вариант можно сделать с черным. Так, у меня все подставочки. Так, один вариант. Такую еще можно композицию сегодня сделать, чтобы вы посмотрели, как работать с этими украшениями, потому что они такие прям объемные. Чтобы вы понимали, что вот такие объемные украшения, когда очень много смолы сверху идут, лучше выкладывать где-то в центральной зоне ноготья. Если даже хочется поперек, например, либо сделать отступ, либо я сейчас покажу, как сделать вот так вот заподлицо, чтобы это было. На Валберисе не было. Сейчас я узнаю, кстати. Сейчас узнаем, есть на Валберисе или нет. А, вот на Озоне. Слушайте, ну если на Озоне есть, то на Валберисе точно, значит, будет в ближайшее время. Так, работаем как в бутерброде, так как в бокс входит у нас всегда только все на водной основе. Сушим. Так как все на водной основе, поэтому основные продукты, которые вам понадобятся, это слайдер топгейк и ультрабон. Это, в принципе, то, что мы сейчас будем постоянно, как в бутерброде, между слоями наносить. Итак, пошли. Первый слой. Я сейчас хочу сделать наоборот, чтобы бабочка была на заднем плане. Смотрите, я вот так вот небольшое пятнышко поставила. Сейчас подсушила. Так, мы сейчас потом бабусечку вырежем. Так, сами насекомые, которые здесь рядами идут специально для чего, чтобы вы вырезали и уже сами на свое усмотрение компоновали. Компонуйте то, что вам нужно. Давайте, например, сейчас я вот здесь. И черепа, смотрите, для украшения, когда вам хочется самой. Есть вот такие варианты, просто трафаретные, а есть вот такие со светом и тенью. Ну, тоже в зависимости и для ноготочка можно либо побольше, либо поменьше, но у меня тирсы огромные, поэтому я возьму вот такой вариант. Видите, есть варианты уже готовые, уже в композиции с цветами и насекомыми. Так, берем тепленькую, даже лучше брать горячую водичку. Время, теперь давайте руку. Так, приготовили. Всегда ультрабонт. Все, и сейчас первый слой делаете промежуточный, снова топ-слайдер. В среднем обычно два слоя топ-слайдера. Первый слой, когда вы первый слой наклеили. Вот второй, если нужно третий, но здесь скорее всего сейчас три раза у нас получится. Можете для этого использовать не кисть из флакона, а использовать кисть отдельную. И когда сложнее друг на друга все идет. Это с перехлестыванием идет, композиция выглядит круче. Как раз вот эти бабочки самые знаменитые. Я, кстати, книжку-то не показала, как книжка выглядит. Книжка очень прикольная, да, потому что здесь много элементов, как раз из фурнитуры видно Александра Маквинса. Модели на каждой страничке, смотрите, и вам для вдохновения, и такая отсылка к самим показам и вещам Александра Маквинса. Видите, сразу понятно, откуда бралась идея тех или иных вариантов. Очень любил Александр Маквинс использовать череп, но в прочтении с такой романтической составляющей цветы, насекомые, бабочки. Например, если мы возьмем Филипп Плейн, у них тоже череп как ведущая составляющая. Но у Филипп Плейна обычно это выложено все стразами. Вообще череп очень многие модные дома любят брать за основу. Не у всех, но у Александра Маквинса, наверное, у одного из первых, где мы это все встречаем. Понятно, да, куда идет отсылка, каким предметом. Тут, наверное, самый знаменитый такой череп. Фильм, если посмотреть, про Александра Маквинса. Вот они очень часто использовали и используют череп как отсылка, чтобы сразу понятно, что речь идет об Александре Маквинсе. Паттерны лучше всего приклеивать при помощи стемпинга. Ну, по крайней мере, мне так проще. Обязательно натягивайте, убирайте все складочки. Можно, в принципе, сейчас не подрезать. Можно, смотрите, обработать ультрабондом и просушить 1-2 минуты в лампе. Сушим 1-2 минуты в лампе. Можно, кстати, сразу бабочку наклеить. Всего хочется наклеить, не знаешь, куда бежать. Ну, зачем хвататься, зачем клеить будем. Сушим 1-2 минуты в лампе. Так, еще раз кладем в лампу, что я сразу не положила в лампу. Так, здесь... Делаем уже сверху. Это у меня самое любимое, когда мы делаем друг на дружку. Не знаю, еще добавить какое-нибудь насекомое. А, можно, смотрите, здесь вот прикольно. Вот, дружку давайте вот так возьмем. Вот, дружку. Слушай, сегодня у меня перчатки, весь ультрабонд выливали. Все, ну, теперь можно уже перекрыть все ниши. Поэтому можно композиции самой составлять, да, и там слайдеры, они так предназначены, что вы работаете слой на слой и можете сделать любую компоновку. Вот, а есть варианты готовых композиций. Готовые композиции, они выглядят вот так. Так, после того, как просушили, как раз здесь сейчас можно взять и попилить. Так, естественно, очень плохие эти подставки у меня сегодня. Видите, вы так задвижениями вниз пилите, и вот эта штучка, она хорошо уходит, не повреждая слайдер на поверхности. Но ультрабонд обязательно нужно подсушить, это обязательно. Все, и здесь теперь вот самое сложное, это работа вот с такими стразами, которые лежат вдоль ленты, там много смолы. Сейчас я покажу, как технически это делать. Так, берем как раз вот эти ленточки, они больше всех нравятся, но они самые капризные. Вот, как раз и золото и серебро. Вырезаем примерно по ширине. Они полностью в смоле, поэтому они достаточно жесткие. И я поэтому рекомендую их размачивать в горячей воде. Правда, уже верно вода остыла. Лучше прям взять горячую воду. Воду не нужно будет, эти стразы, бульонки вот так отдельно выкладывать. Здесь оно уже, видите, готовое украшение с имитацией страз и таких вот бульонок. Так, как их сажать? Снимаете с поверхности и приклеиваете. Все, приклеили, присоединили. Можно тоже сначала обработать ультравондом. И я очень часто беру вот этот топ-слайдер и сначала заливаю вот эти части и сушу в лампе. Вместе с ультрабондом. У меня как раз сейчас ультрабонд подсохнет. И топ-слайдер. Чтобы вот здесь вот получился хороший, аккуратный край. Ну, понятно, что клиент, если такие объемные вещи носит, при желании захочет сгрызть, все начнет грызть. Вот, ну, чтобы вот край здесь получился вот такой, видите, вот он аккуратный, заподлицо. Нужно сначала вот здесь его зафиксировать. Вот, либо, если хотите, можете изначально вот так стоп, с отступом ложить. Чтобы просто было украшение не от края до края, а где-то сбоку, вертикально, горизонтально, не доходя до края. Это, возможно, даже будет, ну, как бы, проще. Все, и теперь можно перекрывать им финишем, который вы тут планировали. Ну, например, сейчас у меня под рукой прайма нет. Берем Т-класс. Мы спокойно, нежными движениями, не боимся залить сначала, заливайте это украшение. Но потом просто возьмете отдельную кисточку. Сейчас мы отдельную кисточку возьмем, пройтись. И вот так снять. Так, ну, на сегодня все. Сегодня мы с вами таких вот два варианта. Вы посмотрели, как работать технически. Вариантов очень много внутри бокса. И тут можно фантазировать до бесконечности. Даже если какие-то декорации у вас закончились, просто перестраивайтесь на другие, пока все не закончится. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.